Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем нашу недельную главу. Но сначала вернемся чуть назад. Когда Йосиф пришел к фараону и растолковал ему сон, фараон поверил в Бога. А когда Маше пришел к фараону, он не поверил. В чем тут дело? Давайте рассмотрим одну притчу. Один богобоязненный, богатый торговец обычно переправлял закупленные товары морем. Однажды пришли плохие вести, что вся его флотилия затонула, он остался ни с чем. И ни один человек не хотел брать на себя такую, ну, понимали реакцию, а может быть странная. Ну, городской Раф говорит, давайте я. Пошел он, позвал этого к себе торговца, тот пришел к нему, начал разговаривать с ним. И очень много ему сказал, что весь мир это суета-сует, страх перед небом. Если человек теряет что-то, особенно деньги, там ему не стоит переживать об этой потере. Торговец слышал, и видно было, что он усвоил. После долгого обсуждения Раф ему говорит, скажи, если бы ты узнал, что один твой корабль затонул, как бы ты отреагировал? Он говорит, никак. Я после нашего разговора четко понимаю, что все материально это суета. Раф говорит, а если бы твои корабли все потерпели крушение? Богач подумал, говорит, ну, если бы все мои корабли затонули, я бы тоже не отчаялся, потому что я понимаю, что Бог всесилен, и надо полагаться на небо. Раф говорит, отлично, хорошо, что ты пришел к такому заключению. Сейчас я вынужден тебе сообщить, что все твои корабли утонули в океане. Когда Раф это сказал, Богач упал в обморок, и надо было и доктор, и вмешательство, чтобы вернуть его к жизни. Когда он пришел в себя, Раф говорит, слушай, а почему ты потерял сознание? Ты же от всего сердца сам сказал, что не будешь отчаиваться. Богач ответил ему, когда ты сказал, что, когда я тебе сказал, что весь мир суета-сует, я согласен с этим и прочувствую, я думал, что мои корабли плывут по морю, а когда ты сказал, что они утонули, все сразу поменялось? Рассказывал объяснение к этой притче Раф Нейман, и он начинал с фараона. Когда Иосиф истолковал сон фараона, несмотря на то, что фараон был идолопоклонником, он сразу поверил в Бога и сказал, раз Бог открыл тебе эти знания, значит, нет никого мудрее от Всевышнего, то есть садик настоящий. Однако позднее, когда Маше пришел к фараону и сказал ему, что есть Бог, и он хочет, чтобы фараон отпустил евреев, фараон сказал, кто такой этот Бог? Чтобы я его слушал, и вообще не поверил. И даже когда Паро уже потом после казни отпустил евреев, он пожалел об этом, он сказал, что мы наделали, зачем? Теперь вернемся к притче. Благодаря этой притче о богатстве купца, в которой мы познакомились, нам нетрудно понять разницу между этими подходами. Когда Иосиф сказал фараону, что в мире существует Бог, и он собирается обогатить его деньгами со всего мира, и все будет в Египте, фараон не возражал против этого, такого бога. Хороший бог, достаточно. Веру вообще легко принять, когда она ничем не угрожает твоему личному состоянию. Еще и обещает богатство. Когда Маше сказал фараону, что в мире есть Бог, и он хочет, чтобы фараон освободил евреев, и чтобы это были огромные экономические потери для страны, фараону не приглянулась идея верить в такого бога? И вот ответ какой был? Кто такой бог-то? Все хотят верить в бога, пока бог хороший товарищ, там какой-то там раздает пряники, как только малейшая проблема, виноват бог. Вот знаете, вот особенно видно это по отношению к Холокосту, он много рассуждает о том, где был бог во время Холокоста, особенно те, кто в бога не верит. Вообще странно не верить в бога и спрашивать, где он был. Но на это уже ответили мудрецы ему. Надо судить цивилизацию, допустившую Холокост, цивилизацию, в которой человек оказался таким существом. Но судить бога, какие можно предъявить ему претензии? Судить его за то, что он дал человеку право самому выбирать между добром и злом? Вы понимаете, в чем тут суть? Нам дана полная свобода выбора. Что мы из этого делали, мы видим сами. Видим, но выводы-то не делаем. Поэтому мы изучаем исход из Египта, чтобы с надеждой вспоминать, что когда наши силы заканчиваются, на помощь приходит настоящий хозяин этого мира. В этой вере наша надежда. Но это не значит, что с нас никто ничего не спросит, и что на нас нет каких-то обязательств. Мы не можем просто смотреть, как все это происходит. Что-то человек должен делать, но только не глобальные революции, а человек должен понять, что из этих микрочастичек в виде человека, в виде его, состоит как раз этот мир. Надо сесть и начинать не исправлять мир, не исполнять вселенную, а себя. Начни с себя, начни сядь, возьми чуть-чуть, почитай, послушай еще один урок, что-нибудь сделай, возьми на себя какое-то обязательство. Вот это меняет мир, а не абстрактные рассуждения о том, что хорошо и что плохо. На стороне добра вроде бы все, но вот как-то зло побеждает. Но тем не менее, исход показал одно. Бог нас выручает в любой ситуации, даже когда совсем плохо. Брахавы от слаха.